Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компаний Техмилы. Самия Артур Изятуллин. Розничные продажи в США превысили прогноз роста в ноябре, показали данные в прошлую пятницу. Сильные потребительские расходы, причем именно дискреционные покупки, то есть сделанные по собственному усмотрению, а не вынужденные расходы. Эти данные, несомненно, входят в копилку аргументов, почему ФРС должен продолжать повышать ставки в следующем году, в то время как непотребительские критерии здоровья и экономики указывают на обратное. Свокупный рост розничных продаж состоял на 0,2% в ноябре, опередив прогноз на 0,1%. Значения за прошлый месяц, то есть за октябрь, были пересмотрены в сторону роста до 1,1%. Замедление темпов относительно октября, как видно, значительное, но ожидаемое, так как в целом сейчас затухает потребительский импульс от налоговой реформы, и фаза расширения в цикле экономического развития уже прошла пик. Что интересно, рост расходов в контрольной группе, то есть розничные продажи, в специально измеряемой группе, показатель, который является более узким, но одновременно более исчерпывающим в плане потребительских трендов, он вырос на 0,9%, что почти вдвое превысило прогноз и стало лучшим значением за год. Следует учитывать, что данные, вышедшие в пятницу, это всего лишь перспективная оценка, то есть самая первая оценка розничных продаж за ноябрь, затем еще должны последовать предварительная оценка и финальная. И в силу волатильности показателя розничных продаж, он может быть пересмотрен со значительным отклонением, как в принципе это произошло и в октябре. Подарок Трампа в виде снижения цен на топливо, то есть попытки снижения цен на нефть с помощью вербальных интервенций, которые, по видимости, закончились успешно. Итак, этот подарок пришелся в пору американцам и позволил им направить сэкономленные деньги на дискреционные покупки. Как показывают данные, на расходах на топливо потребители смогли сэкономить около 1 миллиарда долларов в ноябре, и они направили их на онлайн покупки. Вот здесь таблицы, представлены данные, месячные изменения в розничных продажах. Видно, что на топливо по сравнению с октябрем потребители потратили на 2,3% меньше. В то же время онлайн покупки увеличились на 2,3%. Это максимальный рост среди всех остальных категорий, статей и расходов. В то же время видно, что расходы на походы в рестораны снизились на 0,5%. Стоит отметить, что именно последний показатель похода в ресторан, он более особо чувствителен к доходам, к настроениям потребителей, что в принципе логично, так как походы в ресторан не сокращаются, если потребитель начинает чувствовать, что это ему не по карману. Рост потребления в ноябре сейчас закладывает фундамент для сильного четвертого квартала, несмотря на слабость других компонентов ВВП, например, производства. Темпы расширения фабричного производства, как показали данные в прошлую пятницу, остались неизменными в ноябре. В то же время в октябре показатель был пересмотрен в сторону снижения. Промышленное производство выросло на 0,6%, в основном за счет роста добывающей промышленности и сезонного ускорения за счет сектора коммунальных услуг, за счет повышенного спроса в этом секторе. Экономика, как ожидается, сойдет с уровня роста в 3,5% наблюдавшегося в третьем квартале, однако розничные продажи определенно сейчас приглашают опасения, что рост может замедлиться еще сильнее. Аналитические агентства обновили свои ожидания по ВВП. В четвертом квартале, например, данные от Федерального резервного банка Атлант, у них есть специальный показатель, называется GDP Now. И этот показатель у нас вырос до 3%, примерно с 2,5%. Который был на прошлой неделе. В то же время банк Barclays повысил прогноз, например, до 2,9%. За пределами США экономика продолжает накапливать симптомы слабости. Целый ряд данных, вышедших по китайской экономике в пятницу, подтвердил опасения, что спад в производстве продолжится. Снижение экспорта и импорта также подтвердилось, несмотря на усилия, серьезные усилия властей в фискальной и монетарной поддержке. Промышленное производство в Китае замедлило темпы роста 5,4%. Розничные продажи выросли на 8,1%, и это стал минимальный темп с 2003 года. Шансы на повышение ставки в декабре остаются сравнительно высокими, около 80%. В то же время вероятность мартовского повышения ставки ФРС едва изменилась после пятничного отчета, оставаясь на уровне 27%. Реакция на валютных рынок, на розничные продажи была небольшая. Можно посмотреть, что вчера евро-доллар отреагировал совершенно незначительно на данные, однако в контексте подготовки ФРС аргументы в пользование сильного потребителя сейчас важнее, так как кроме этого, по сути, полагаться не на что в ожиданиях роста ставки, процента ставки в США. А на сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.